Итак, что для тебя счастье? Табуретки нам надо открыть, да? Нет, табуретки не нужно. Тут нормальный сон. А я так не могу. У меня только табуретка. Я быстро делаю это на книге. Или говори, что надо. Да, или табуретка, или лавка, чтобы завязывать пакет. Давай распределяем операции. Если она говорит, что ей на табуретку удобнее... Да, одну табуретку. Табуретка без мягкого этого. Жесткая? Да. Высота не экстандартная, да? Стандартная табуретка. Она просто ниже, и так ей будет неудобно завязывать. Нет, не надо. Табуретки тебе тоже не надо. Понятно. Значит, мы здесь поставим стол, где будем пасовать. Да. Вот здесь поставим мыло, и чем будем обрабатывать. И мы сейчас вот это все раскладываем, чтобы все было готово. Когда будет готово, мы тогда открываем бочку. И все, и пошли уже попасть. Плеенку надо? Мы можем сделать какую-то там часть, например, половину. После половины тогда можем, закроем там, обед пойдем, и потом закончим. Скажете, когда можно. Потом закончим, да. Все, пока. Все? Слух. Вариант. Так. Давай тазики мыть. Ну, поймем где-то мы. Как же хорошо? Мы здесь столик такие организоваты. Здесь столик просим. Чтобы постоянно дергаться будет вода. И все, сейчас моем тазики. Ну, тут. Сейчас перемываем. Покажешь, куда... А. Чистилку. Чистилку. Вы видите, вот слева перед этим. Про это я вам рассказывал. Какая чисилка? А вот. Трехножные. То, что когда девушка хватала и крутила. Там бордюр, бордюр перед нами. То, что... Это, да? Да. Вот это. Вот вы попробуйте просто поднять рукой. Вот. Пинцелей. Будем выселивать сейчас солому. Храним их в подвале. И уже начинает становиться больше пресняться, как там есть. Волос домой. Здесь подвал. За мителями. Хорошие условия для их хранения. Рабочая мителя. Ребят. 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 Вы Assemblyma. В抽, вы без nunca Two Trish. А. Шик, вы неалеет. Я же использую в этой книге. Ну нет, люди просто, это артизианка, забор воды идет, они для полей, кто опрыскивает, кто, ну, машина для опрыскивания. Что мы вложили, и теперь держать все это под замком, зачем, это жертва людей. Вот, перемыл посуду, все смыло, все, стол вот это все обработал, ну, вот этим же лизоформировал, все обработано. Это уже более-менее так готово у нас на посадку. Теперь нам нужно здесь весы, здесь мы будем взвешивать мицели порциями, в офисе весы. В офисе, в офисе. Мы сейчас ставим весы, так, чтобы можно было отвешивать, это самое, и пакеты. Она говорила, начиная. Так, а мицели мы поставим, нам нужно туда-то в тенеру поставить, вот раз, мы за дверью поставим. Там пыль, дверь. Я, наверное, надеваю перчатки. Я, что делаю? Нам уже... Нам уже тут... Так все, да мы раскладываемся, сейчас будем селить. Вы говорите, что делать? Каждый день скинуть кирпичи. Это рукавы, рукавы нужно поднять, или за... вот так, или закатить. Да, пакеты вот туда, я помыл. На начало, так такой самый гриб, такой самый не... ну, который не жалко будет. Пусть он не обидится только. Нет, все нормально. Он все слышит, гриб. А. Мы рейши. Рейши. Рейши пойдет на начало, да, в эти, в обыкновенные пакеты. Вот я говорю, например, что вот Фанни Машем Скул делает такие революционные вот вещи. Например, вот я пакеты нарезаю, и видишь, вот, например, на отправке или на продажу пакеты я запечатываю по 10 штук, и каждая отдельная такой ячейка. Когда делаем посадку, мы одну распечатываем, вот, разрезали, выняли 10 штук, и они всегда уже находятся, то есть не загрязняются при транспортировке, ничего. А то обычно, если вот мы заказывали когда-то пакеты, взяли, что-то там нарезали, бросили, вообще ни скотчем не заклеено, просто сумка такая. Вот прислали нам по новой почте. Я смотрю на эти мешки, ну, ну как же, нам грибы в них садить, где они ехали, как ехали, по каких машинах. Ну, то есть так нельзя делать. Вот так, мы можем их куда хочешь положить, им ничего не страшно, потому что они здесь вакуумно запечатаны внутри. Да, то есть, положим где угодно, даже вот так, ничего им не случится. А тут ножиком отрезали, и пакеты достали. И ножики, вакуумастер, должен быть где-то в корме. Ну, сонце мы никуда не денемся, это уже на сейчас будет. Да, да. Так, что нам здесь еще? А, так, теперь... Не, ну, снимите эту баму. Не потом, а уже. А, ну, вот, не надо. Болота, болота, надо помочь. Конечно. Ну, это не получится. Ну, это будет эффект, да. Эффект, да, снижается. От количества загранизнений, количество процентов урака растет. Ну здесь не хорошее слово, здесь пыль даже не должна быть. Да, а тут надо все-таки поснимать, потому что надо понимать, люди вот спрашивают, они обязательно. Мало того, что перемыть, это все нужно обработать. На крышке только пыль. Переворачивайте, да. Под стенку, сразу под стенку. Вот так должно быть. И еще одно, нам нужно какую-то подставку, на что становиться, чтобы выбрасывать пыль. Нужно еще на табуретку. На табуретку, тут надо так, на вот таком уровне, чтобы стоять. Там будет солома касаться вот эта стенка, когда мы выбрасываем. Вот, Олег, я ищу края вот этого. Видишь, вот это? Это края. Вот тут, где не было лови. Осторожно так, осторожно так. Не полить. Не полить. Вот, тут покажи, вот так мы зашплитовывали солому, чтобы она не вываливалась. Это мы вынимаем. Ну, бочка первая, это, жесть первый раз, это обработанная, тут такая черная вот эта. О, классно? Ржавчина такая? Да, ржавчина такая. Ну, сварили мы ее там. Нормально или не? Да, аж занормально. То есть, не варили даже. Да. Не, насчет, мы там волновались, чтобы не довариться, она, по-моему, так сварилась, что ее кушать может. А как определяете, по-моему, показателю? Понятно, мы, да. А, вот так, смотрю, как она выглядит. Рабатывали вот края, вот тут, даже не было тут. Ну, вот у меня сделали ошибку, я даже говорил вот тут, что дали угольник внутрь. И получается здесь жесть, потом этот угольник, и такой порог получается, и это плохо. А тут дали наружу. И внутри гладкое, и вот эти, ну, цветы вот эти, ставятся хорошо. То есть, здесь вообще сделали просто идеально. И вот эта рубашка, ту обязку, которую сделали, она держит, чтобы она ее не растянула. И она вот здесь, где сварена она не будет, блядь, то есть, эта бочка есть вечная. Покажите эту распорку пизлого от бочки. Вот. Да, вот это. Там 40 сантиметров от дна, тут метр двадцать пять высота. И вот эта, ой, как я сказал, как она называется? Отвязка. Да, вот эта отвязка, вот из угольника, такой мощный. Вот. То она не даст, чтобы бочка растягивалась. И сточная труба, откуда спускается вода. И стравочная трубка сверху, чтобы вода не перемивалась через край, а выливалась наружу. Так, все. Так, все. Смотрите. Медим должны быть не маленькими. Смолы прямо маленькие. Тоже маленькие. Подъеду средину. Да, все. Она еще теплая, да? Такая, она еще горячая. Горячая? Ммм. Такой объем она будет стоять неделю, все равно будет горячая. Она вообще не размывается. Та солома, чтобы не резали, просто то, что принесли, она будет немножко ее там плохо упаковывать. Но мы на начало возьмем рейши. Вот такой гриб, что нам не очень там важный. Понятно. Будет он или не будет? Будет, не будет, это такой. Но все равно он не съедобный. Для чего? Это то, что нам настолько лечебно. Ага. Он горький, да. Он горький, да.